Просто бить с руки, течиться и стараться сделать так, чтобы Сларка особо не кошмарили. Может быть, даже если там Сайленсер разок сдохнет, в принципе, будет вообще пофиг. Главное, чтобы Сларкевич побыстрее набрал ЛВ6. 1.55. Я не уверен, что это коэффициенты, ой, вернее, не уверен, что драфты повлияли на коэффициенты. Возможно, это сугубо из-за первой серии, первой карты, где Блит показали себя поинтереснее. Просто до этого, помнишь, 1.6 было, где-то 1.7. Говорили, что не такие Блитуши фавориты. Но пока играют они поинтереснее. Вы же играете в приложении Буду Бум с промокодом DPC3. Удваиваете депозит, кайфуйте, шанс на победу. Пока что, пока что, 50 на 50, но все изменится, начиная с рун, на самом деле. Где, я бы сказал, сильные первые лвла у команды Бум. Это и теки со своими минками, это и бет с бочкой, и дикие андаинга. Но смотришь на морфа и понимаешь, если к нам придут, мы побежим. Слушай, а мне кажется, все-таки драфты повлияли. Потому что, если здесь Бум не удастся хорошо поставить линии и навязать какую-то агрессию, то в конце концов Сларк с Думом всех убьют. Ой, я сейчас раз как подставился. Вообще непонятное телодвижение от него было в сторону руны. Он изначально увидел андаинга морфа, потом отдай-ка я еще раз подойду. И получил дополнительный дикей, там куча тычек. Грустно. Ну, с землей, я думаю, следующий уже отрегенится без проблем. Как мы видим, андаингу отдали все манго. Я тут пикнул андаинга недавно, и мангусты-то, они тоже залочены, их можно 4 штуки купить. И у меня кто-то выкупил все. У меня что-то СЦФ там в миде был. Я просто смотрю, а как играть вообще на андейде? Не ясно. Но здесь мангусты имеются. Первую пачку эмбера. Ну, стоит неплохо, там самое главное это дальник, который в ДП непонятно заданает или нет. Бочка полетела, плюс липучка, дубу очень больно. И похоже, это будет ферстблат. Кому он достанется? Он достанется к Сеферу. Да, текец, опять же, лейнер мега сильный. Слушай, на самом деле у меня плохие новости для блюдов, потому что снизу у Дума будут настолько огромные проблемы, что у него, может быть, с НТВ проблемки большие. А куда пачки-то? Куда? Ну, тут пошли, да, уже пачки вводить, потому что стоять невозможно. А если Сайс это сразу понял, здесь вот у нас одна пачка становится, скоро еще придет вниз, и нужно будет уже делиться как-то. Колечко хотелось бы купить. Да тут и кольцо, знаешь, в Райсбэн, мне кажется. Вот две шмотки, которые нужны. В Райсбэн против Морфаева тычек, кольцо Регена просто, чтобы ты ХП свое лишнее не терял. В миде тоже у нас легкая доминация со стороны ДП, хотя вот Эмбера какой-то дына я сейчас нашел, и в целом все 50 на 50. Ну, ДП должна иметь чуть побольше, и... Картано здесь просто нужно грамотно терпеть. Взять себе боттл, особо не размениваться, потому что он понимает, что банджа сильнее, и просто выфринь свое, вот это его план на эту линию. Так, тут иллюминейт от Диджея. Куда он полетел там вообще? Дальненько, по-моему, засекьюрил. Все на этом. Гранатка какая-то со стороны Икс новая. Но он просто пробивает, и провзла это максимально. Берет на себя двух оппонентов, Морф рефарм имеет, и пока три топовых крипстата за командой Бум. А топовые шмотки, кстати, вы можете найти на сайте, ну, в Store, у них и магазин в Москве имеется. Но если вы не любители выходить из дома, либо далеко от столицы России находитесь, всегда можете бесплатную доставку по всей России, собственно, заказать. Ну, и кроме того, там скидка 20% по промокоду Dota2. Надо пользоваться. Диджей как будто бы будет скоро иметь больше, чем Doom, и Doom нужно будет спейсить, чтобы он что-то нафармил. Я, кстати, знаешь, смотрел, вот, например, есть такая команда, вот они любители в Doom взять зомби. И так как они играют в своем регионе не против самых сильных соперников, частенько, да, потому что у нас в регионе условно три команды сильные, вот там, как правило, все заканчивается на линиях. Ну, здесь может быть то же самое. Хотя пока вроде как Котл именно большой меня это устраивает. Просто, знаешь, Keeper of the Light, High Level, мы недавно вот только видели игру, где Котл, по-моему, это были OG, третья карта, да, где Котл очень много XP получил, на боте. Керри там фидил и фидил как мог, но за Токио, право, в the Light, потом High Level просто перешел, там, значит, седьмой на девятый. Вообще невозможно тимфайт выиграть. Как? Там эти люминейты взлетают, ух, какая граната. Попытка зацепить на перекачке в ловкости. На дурочке, да. Слушай, я вот как раз подумал, что неплохо бы кому-то будет сыграть под Дума, потом я понял, что у Эмбера будет не самая хорошая линия, он особо не захочет, но потом я понял, что, возможно, и Паш тут так сильно пострадал. Видимо, прогрел его с фистов. Нету флеймгварда вообще у Кордона. Да и не нужен он здесь. Ну и снова полностью свою задачу выполнил. Нижнюю линию они выигрывают в ноль. Другой вопрос, как дальше? Этот андайт будет передвигаться. Увидим ли мы вообще помощь Баншай в миде? Я просто смотрю на этого Текиса, он уже туда передвинулся. В свою очередь, у Эмбера помощи ноль, и он сейчас рискует остаться без руны воды или успеет. Есть чейны, но не стал рисковать. Ее Паш в любом случае воду разбивал. Слушай, я не могу не отметить то, что бумы в эту игру играют как будто бы раз в два лучше, чем в прошлом. Они душат мидера, потому что они понимают, что Кордону супер нужны руны. Бэтрайдер остается в топе, ему вообще пофигу. И снизу происходит нереальная просто душка бедного Айсайса. И вот, если в прошлом Айсайс имел, что хотел, он был супер огромным, то как будто в этой игре она будет, знаешь, для него такая прям. Ну и похоже. Гарпи-штрамодел, кстати, Гарпи-штрамодел. Гарпи-штрамодел, это очень хорошая тема, но пока что мало. Мало, нужно как-то нафармить себе аркандукцию. Так, сверху нападение на дубу. У него опять проблема, минка вешается, сюда течис летит. И еще один фраг. Но в целом, как бы Джеки выстраивает. Тут было понятно, что линия сложная будет, что Сайлентер можно умирать. Я думал, что будет Сларк так умирать, но подставляется его саппорт. И да, Сларк качается, у него все хорошо. 18 на 8, на самом деле, он там и подденаивает даже что-то. Липучки вот эти, приходится паунд стратить постоянно. Главное апнуть шестой, тогда наконец-то Добби будет свободен и пойдет куда-то Сайлентера разгуливать уже. Потому что пока, ну тяжело. Ты просто смотришь, как тебя кидают спеллы, копишь стики, выжил хорошо, не выжил, ну окей. ГПМ отличный. Знаешь, мне вот эта линия что-то напоминает. Помнишь, или не помнишь, карту Сигретов, последняя против УДжи? Помню. Кажется. Да. Там, где был Свантист Раптор, Бэтрайдер. Помню. Да, и там саппорт тоже фидил, чуй фидил, ну как бы фидил, на самом деле он спейсил больше. И вот тут тем же занимается дуба. И лучше, чтобы он умирал, чем его кор. Кстати, смотри, диджей без Блайндинг Лайта играет. Это с одной стороны должно было быть ослаблением на линии, но он там водил пачки, ему вообще этот второй спелл был толком не нужен. Но сейчас это уже выражается в плюс, потому что с получением шестого у тебя Алюминейт, можно даже задуматься его взять, да, там в три, а не чакру для мидера. И ты будешь очень много хилить, регенить и обход со всех сторон. Имеется экзорцизм, есть томба, очень сильный бум на данной стадии. Сильнее только ништяки от бутбум, конечно, друзья, там стопроцентный бонус к депозиту, вообще где такое можно найти. Вот он, диджей, даже без того самого шестого левела, как импактит. Андайм пришел, поставил томбу в мид, а кейперов взялает, тончайший саппорт, просто украл у него пачку. И пушить уже нельзя. И томбу еще и сломали, денег заработали. Слушай, диджей точно играет умом, потому что он понимает, что нас скорее всего будут пушить, бандша зомби, да, еще и в игранной линии. Поэтому вместо бесполезного второго спула, который тебе вообще-то хочешь собрать на линии, да, чтобы что-то там поддинать, добить, он просто берет тебе раскачку 2.02 и просто ходит дэвид в твера. И в это время дум качается. И у него уже на минуточку почти первый надворс. Хотя казалось бы, я думаю, что он где-то будет, знаешь, на шестом месте. Ай-яй-яй. Зерокалочка происходит, мы с тобой это видели уже на первой карте, где просто воровство двух рун. Тогда это были блид, сейчас это делают бум. А знаешь, какой минрейт у команды, которая берет две руны первых? По-моему, там 70+, да? Ну да, что-то типа того. Много. Опа, лосов дума, который практически сделал ТП. Вот она и польза от ФБЗ. Этот бетик, мне кажется, вот такое первое лассо на прожитой карте дал минуте на 20. Сейчас уже перетяжка под бесплатный телепорт, сделал жирный килл, улетел на свою линию и создает небольшую разницу на серваке. Пришли к юпажу. Из плюсов, да, вот, блин, они все линии лузнули, но не дали нажать экзорцизм нормально. И вот он шестой левел на Сларке. Правда, он не позволяет убить Ксэфера в любом случае, так как есть бочка от бета. Она мешает. Слушай, но пока что бетрайдер играет умом. Он понимает, что Сларка не убить, прилетает, прилетает, не юзает лассо на, ну, не на огромного, но на большого героя. Это супер круто. Теперь нужно под баншу или банше с кем-то придумать мув, потому что есть ульта, который хочет нажать. В мид сложно на самом деле, но если каким-то образом получится делать килл, то можно попробовать и таву, и сломать потом. ДД у Кордена. Нет, в миде точно не нажать. Там пачки крипов умрут мгновенно, да и сама ДП даже с экзорцизмом зажженным способна нафидить. Под дабл дэмэджем очень много Корден урона здесь должен выносить. Дикея полетели в Диджея. У него Транквилы, кстати. Забавно, да? Транквилы не сбиваются от спирит сайфонов. Он забегает под вражески Т2. Находит все-таки Юпаж этот хилл. Потратили Тумбу, но опять же, какой ценой вы этого котла забираете? Корден на Эмбере против ДП почти мид снес. Где это видано? Ну, что сказать. Пока что котл отыгрывает хорошо. Дум, кстати, есть у Айсайса. Ну, здесь пока сложно его применить, потому что если нажмется перекачка, как бы, извините. Если кормилишника, вот типа Сларка, там можно, знаешь что, ну, дурачка его как-то подловить, взять. Лассо есть, ФБЗ, но урона, наверное, не хватит. Сларк просто успокоил сюда. А вот сюда нажать Дум это хорошая идея. Слушай, а это месть. Да, это месть. ФБЗ тогда прилетел, наказал Айсайса, и сейчас вообще зеркалка, и он также, наверное, полетит в бесплатный портал. И после этого килла, кстати, у него перчатка есть, тысяча, будет Мидас, и Дум 100% вернется в игру. Ну, пока что стоит отметить хорошую игру Сларка, а ему как раз здесь нужна хорошая игра, чтобы выйти в лейт не калекой. И можно было вступить игру пораньше, потому что здесь, ну, наверное, придется драться все-таки бледам. Хотя, в принципе, есть котл, можно всегда покидать волны и как-то поделать игру, когда на тебя бегут герои из большого количества стана, можно и просто от них побегать. Так, ну тут пришел Лэк снова вниз, как будто бы хочется ставить Томп и пушить Тавер, нападение на ДЖ, ДЖ умирает. Тут, наверное, два, да, где-то стоит, как будто бы его видели. Ну, где-то стоит, да, сверху. Ну, видимо. До сих пор, кстати, экзорцизмов не было. ДП получил ульт на шестой минуте, уже десятая, по ронам что у нас? ФБЗ вообще забрал на топе, его подвязали, мгновенно. Ну, это не страшно. У него, кстати, руны волшебства и тут стаки. А, нет, нету стак, ладно. Хотелось бы, чтобы были, знаешь. Но, видимо, уже профармили, да, видишь, там, где-то Текис наделал их. Неспроста Бет 4200 на Творце имеет. Ну, тем не менее, Firefly, там, под руны Аркейна кдэшится мгновенно. Я вот сейчас пытаюсь понять, где играть Кором. Банша, мне кажется, может пойти только вниз и только Смакеднил. В мид без шансов, как будто бы. Сларка тоже сложновато убить, потому что его просто нечем ловить. Так что остается опция пойти вниз. Не знаю, насколько Банша здесь просто хочет бить крипов, но мне кажется, что Банша не тот герой, на котором ты хочешь просто афакофармить. Вот эти киллы приостановились. Я смотрю на сапов и не попахивает здесь шестым левелом, даже несмотря на то, что Бумы украли, да, две руны, мудрости забрали. Опа, а вот и, кстати, Аморов Дума можно Девавр воровать иногда время от времени дополнительную голду иметь. Нацуми девятый. Ну, сапов мы с тобой видели. То есть, по сути, там глобала нет, форма Уки провозила это тоже, теки с без ультимативных мин, Джеки все еще на топе и под него стягивается вся команда. И, кстати, Бета, если вы видите, будет очень круто. Но там будет Томба, иллюминейт, кстати, все-таки зацепили, Джеки. Бежать за ним опасно, можно просто сломать надгробие. И сюда Банша, кстати, перетягивается. Интересно. И вот сейчас можно будет на развороте подраться. Из-за того, у него проблемы, но Сайланс окажется... А, Сайланс есть как раз, как раз, он умирает, и здесь будет пуш-то тавер. Этот тавер уже просто никак не задефит бледам, им нужно отсюда просто валить. Так они ТП понажимали или нет? Все, по-моему, в смоки пришли, кроме одного героя. Джеки пробивает Бета. Мана появилась, можно откинуться бочкой как-то, юбаж. Но Сларк там, на самом деле, много статов, по идее, наворовал. Или нет? Делать ТП на базу, сбить толком нечем. Джеки... Хуф! Крипсворм не долетел. Выживает он у себя на фонтане. Потянул немного времени. Духи тавера не грызли, и тот самый тавер, который не спасти, он стоит. Он стоит. Ну, пока что это, естественно, плюс бумам, потому что что? Потому что Морф стоит, кайфует, фармит, а Сларк непонятно чем занимается. Ну, уже тысячи перевес. За Морфом, имеется в виду. Общее количество денег на 2000 у Бума больше. Как мы видим Ну и Паш делает для себя Атос, то есть это билд такой, знаешь Практически как на ВР, только там ты Вместо фейзов ПТ берешь А это сейчас уже не мета, но Банш сейчас все так делают Потому что, во-первых, тебе нужен контроль Потому что его нет особо, во-вторых, у тебя Много статов с этого получается Но от Фалькона, знаешь, у него какого-то нет Может быть это не проблема, но Аркейн Ринг взял Из-за Фалькона проблемы с маной Он только что, если ты заметил, он шел в ульте У него было ноль маны Может быть, кого-то и можно было еще потрезть С другой стороны, там такие сапы Я думаю, Андайенко хочется Арканы прикупить Ну, на ТК, если точно Это мастхев Тиммейты дадут в дальнейшем Ну, а здесь Диджей пополняет Ресурсы, чакра есть Сладко зарядили И поехали киллы какие-то находить Курган, кстати, соло в миде Его цепляет на тот самый Атос Бластов сюда же, нажимается глобал И неужели он уйдет? Есть фисты и уходит Еще и нацами убили в боте Сделали это, причем, не задумываясь На тот самый глобал То есть, ты понимаешь, какое идеальное Нажать ультимейт со стороны сайленсера Он, получается, и тиммейты за дефл и кора убили Я ипануть не мог, что глобал Ужал, чтобы убить морфа И вообще, у меня вопрос Тут стоит вард, посмотри вниз То есть, морф всех видел Сладко подошел на вард Понял, что там вард, сказал своему челу И в итоге еще морф как-то погиб Я вот Понятно с ними, как он там открыться смог Но это камбэк уже, знаешь Это прям вообще Это хорошее задел Чтобы дальше Выходить, пофармить Еще минут 20 Потому что пока что Драться бумам легче Но все равно Мы увидели эту комбинацию Через Атос Сайленс И мы понимаем, что Эмбер без глобала В следующий раз погибнет Дум на Текиса Немножко странно Ну, такое себе начало Ну, возможно, хотел хотя бы кого-то отключить Знаешь, там, цепанем юпажа Но не стоит забывать, что Станов-то маловато По сути, паунс Инферно Блейд И все Руна достается щита Причем мидеру команды Бум Теперь нападать в эту деспрофи Точно не захочется Ну, а Сларк что? Уже с диффузами Выходит в саблю Которую потом можно успешно Разобрать в Аганим Или в БКБ Самое время сбегать за руночкой Сифер Левел 7 получает Ну, на Течиса, конечно, хочется побольше, наверное Да, имеется Я смотрю на котла 3900 Течис 3500 Котел гигабольшой Дум В принципе, в порядке И пока что у нас будет, наверное, такое затишье Потому что Дум потрачен Глобал потрачен Блейды точно до разу не хотят А вот Бумам нужно идти И вот как раз они взяли смог Втроем В идеале нужно выйти под тавер Около которого стоит Какой-то герой Ну, или в какого-то кора Ну, ужасно Здравствуйте, я Дубу До свидания Мне, в принципе, необломно спарить смог Хотя он еще даже не умер И Его не догонят Что со станами в доте? Раньше, знаешь, как бывало? Ты прибегал, у тебя там Клок какой-нибудь с кукшотом А сейчас Все сапики без дизейблов Течис надо еще Бластов свой нажать Тут привязали ФБЗ Айс-айс-айс приближается Ну, как будто бы его не убить Ну, нет, он слетит на Лоу-граунд Ну, повезло То есть там фаерфлай уже заканчивался Секунда-минус И Он поумер Диджей, кстати, идет в форме Поддушивать Разводить на какие-то телепорты Выгнали Леон Дайинга Также из своего леса И Юпаж здесь На месте А сруны щита А! Но его не убить, по-моему Смотри, щит активируется У него практически Две с половиной тысячи хп Он сейчас еще нажимает Джеки набрал очень много стаков Обратите внимание Очень много И умирает Юпаж Да ладно Огромный килл Отдавай Джеки бойсу И на этом можно не останавливаться Надо идти дальше Блит Ну, нет Все-таки бэкнулись Не назад Ну, мы ждем теперь Подключение морфа Наверное, в игру Потому что, видимо, бы мы Только что поняли, что В четвером сложновато Особенно, когда у тебя нет сейва Особенно, когда ты играешь Потив Сайленсера И когда ты не нападаешь А напасть пока нечем Бтрайдера Я опять не лидирую Да, вот Бтрайдера интересно Шматочки посмотреть Там, скорее всего, окторин Да, какой-то опять И вот вопрос Это опять Тривола? Я надеюсь, что нет Ну, как будто здесь уже Да хотя, не знаю Может, морф не готов И в БЗ такой Ладно, я тоже пофармлю И ДП такая, знаешь, бедная Блин У меня пиксила А тиммейты Качаются Больше ничего не делают Аганим вот делает Нацами Из интересного Мне кажется, в Сларка Превратиться Ну, не так просто Будет в дальнейшем То есть, когда Сларк там Купит Аганим себе Да, условный шар Ты же вообще не видишь Думчик тоже охерен Да, делать Насколько я понимаю Да вроде как Да Время, ты играешь на блюдов У тебя Мидаса У тебя Дум Нападение опять сверху На Бэтрайдера Его как будто бы Опять не убить Связается Лассо В обраточку Приходит Морф И вот, пожалуйста Вступление Керри Команды Бум В нужный момент Нужное время Минус Эмбер И сейчас будет Минус Тавер На большой килл Правда, Джеки Попытается разменяться Диффуза имеется Том с Том Поставили на ХГ Джеки просто Набрал стаков ловкости Паунс откатится Через 1-2 И можно летать Отсюда Дум если что Подсейвит Однако Дарк Пак-то в КД И нечем снять Тестаны Но там Хьюрикейн Идеально излетает Спасает он Джеки Бойса Дум нажали в бета Чтоб тот Не продлил Дизейбл Я так понимаю Ну хотя там Лассо было Да, там не было Лассо Он видимо Не вспомнил об этом На панике небольшой Морф 9500 Прям надежда Опора команды Бум По-другому и не скажешь Но если вдруг Сладдак доберется До Аганима Шарлда И Морф В решающей драке Не нажмет просто Ультимейт свой Это будет мемно То есть 4200 В никуда Выброшены Ну смотри Пока что Если ты ловишь На Морфея Дум В принципе пофигу Потому что На данной минуте игры У тебя есть тиммейты Которые сильнее чем ты Ну не то чтобы сильнее Но короче Они могут За тебя вписаться Если условно Будет первый Дум Заюзан Морф будет бегать Поставится тамба Будет под хил Банша раскроется Бэтрайдер будет Легче кого-то поймать Пока что Можно так драться Теки сделал повис Наконец-таки Сапнутым стиком Сейчас его себе привезет Ну да И далее будет уже Форстап Мутиться Форстик Замечательное решение Против Чайнов Против Сларака Который на тебя Напрыгивает Чтобы разорвать паунс Айсайсайс Тут с Экторином Тем самым Кдшится быстро Девавр И Мидас Слушай я вот не верю Что Ити в верхний лес Для мумов Лучшая идея Так нападение на дума Юзит за глобал Банша очень плохо Хотя казалось бы Она вроде как нападает Убили уже Течиса Банша тоже будет умирать И это провал Для бумов Так они тут и без бета Были Очень странное решение От команды бум Такой плей мне кажется Хотелось бы вместе делать Триплкил для Эмбера К слову И все равно Он шестой нетворц Среди всех Ну что как так получается Эмбер с котлом Это какая-то вообще Лютая имба Как по мне Вот я сейчас смотрю на дэмэдж А ну и Котел нанес полторы тысячи урона Ну Понятно Так это Тот самый Кейпер оф зелайт Который поводил пачки Вот помнишь Я тебе про это говорил Что он сто процентов Будет хай левелом Это при учете того Что руны первые украли У котла Но все равно У него уже там Десятый Возможно одиннадцатый Левел практически Как у ФБЗ Так Подцепили его Диджей доигрался Практически Хотя В спид бешеный Да Вин лэнс возможно спас Сейчас вот этот Дополнительный купленный И Докрайден он весел К слову Весел здесь и против В морфа хорош И в ДП Чтобы духи не хилили И Спирит сайфоны Андайн Тоже стол рип имеет В общем котл Уже знаешь С этой аппнутой урной Будет полезен А на этой урне Он явно не остановится Только что с помощью Этой урны Баншу пили Медия Слушай Короче мне У меня горит С того что Я вижу в одном драфте Зомби Баншу Течиса Ноль станок Диджей просто так Нападение на зомби Зомби вроде как отклеится С курса нет Себя подхилил Какие мины болезненные Да Но старт умрет тоже И размен максимально позитивный Как-то не ожидал Джеки Что три мины Настолько много урона нанесут Они сейчас стакаются В плане магизического резиста Я напоминаю То есть там Третья мина уже Минус 60 дает Вопросики кайсайсайзу По-моему у него знаешь Дум просто Надо нажать Как будто чешется что-то Вот такой Ааа Как будто дум знаешь Мишай фармить Вот надо Надо куда-то его бахнуть До этого в бета На жалу Которого не было Лосо сейчас Морфа Но тут ладно Чтобы атака Видимо не продолжилась Можно где-то Понять И простить Вот айсайсайз Уже без ультимейта Приходит Над всеми смеется Ему в лицо И тиммейта в смойке Кстати под ним Можно этого Дума довольно быстро Хлопнуть И очень много денег За него получить Он топ-3 На Творса Да идут смотри Целенаправленно Ну айсайз Зажимал точно Да все окей Корлом почти с бэкбэк К слову Ловит его Та самая комбинация Глобал имеется Но глобал не нажали По какой-то причине Неужели не спасал бы здесь Он и так здесь мне кажется Откисал Слишком много урона От банши И пока что Блиды как-то Неуверенно Порвают последние Минутки 3 Этой игры Им нужно искать Когда импер появится Мне кажется драку Пока у банши Не будет ульды Потому что Опять же Если ты драки не выигрываешь То тебе сложно Дотан Играть Огоним над себе Посмотрим Ну давай так Если морф Сларка превращается Это конечно Габелла для Блиды огромная И если по нему Не повесили дум Это важно Если тебя задумили Там еще пофиг Но в остальном Вот эти 2 паунса У тебя пейформа Да еще дополнительно есть Ты можешь Пол экрана буквально пройти За одно мгновение Добраться до сапов Нужных тебе Манка снимается Глобал здесь В общем думать надо Как-то этого морфа Находить Либо баншу До нажатия экзорцизма Да и в бейтика Прыгнуть тоже неплохо На самом деле Контроли Мы все-таки обозначили Что немного у бум Слушай я думаю Что он На 22 минуте уже Да Имеет 13 тысяч на творца Морфлинг может убить всех И для блюдов Шанс выиграть драку Это подождать На думе даггер Подождать пока враги Придут под твой Какой-то тавер Уже жмет в смок Мне страшно Потому что я не знаю Как начать драку Попробует наверное Через джеки Потому что Если ты не убьешь Какую-то баншу Или морфинга первый Под глобал То в драке Будут большие проблемы Но кордон может влететь У него бкб должно быть Уже Ноэмбера Бета тоже блокинвар И кстати Его могут поймать А у него хватает денег Ты понимаешь Он рецепт уже едет Может быть успеет Как-то Весел Гниет он Иллюминейт Бкб бы спасало Но оно просто не долетело Какой микромомент Дум нажимает По итогу у нас В морфлайс Я ничего не путаю Нет в ДП Очередной Очередной мемной Дум Немножечко Нацами готов упивать Но нужно просто отсюда валить Два Хороший килл нашли Да один килл Мне показалось два Один килл сделали Дум потратили Теперь нужно на сайлинии Бежать Ну вот видишь Морф по итогу превратился Вообще в Эмбера В этом замесе Тоже наверное не так плохо Так как ты фистами Да можешь Доджить часть дэмэджа Кого-то чинить В том числе И потом вкатываться Моментально разрывая Но эта драка Подарила время И деньги За эти деньги Был куплен Что у нас там Ну уже практически Блинку Думаю И с этим Блинком будет Гораздо проще Файтиться И уже Нацами задумался Насчет линки Но линка у него Появится минуту Через 2-3 И вот сейчас По идее С откатом Способности Блит будут сильнее А можно даже В рошад Ну пока что Мне кажется Что все идет По плану Блитов По долгому плану Медленно мы уверены Но по их все таки Потому что Ой Джеки гений Я тебе говорю Он посмотрел Скитра Который против Морфа Покупал себе Муншард На ТБ И он на Сларке По-моему То же самое Хочет сделать Если он не передумает Но у него вот сейчас Матшлэйр И потом Ну да 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 Все Если он возьмет Будет интересно Можно линку Конечно Знаешь Взять Но как будто Муншард Сларку Довольно много дает Если потом Какой-то башар Расчет докупить К нему Ну да У тебя будет Перебивать Морфа Просто Ну ему нужен башар Да Ему нужны шмотки И первому нападать И Стараться все таки Начинает драку С минуса Какого-то Он кстати Сейчас рисковал Джеки Он конечно понимает Что ловить В особо нечем Потому что Баттерайдера Нету Даггера БКБ Но все равно Нужно Нужно Посторожно Играть Правильно Сейчас бляды делают Что они дерутся Потому что Просто нету кнопок Думаю Сейчас откаташивается Ультимейт Появляется Даггер Можно будет Подраться Тир-2 Айтемы добивают Свои Сайленсер Что-то получил Ну Понятно Что сап хочет получить Там стир-2 Там камушек Есть философский Я думаю Каждый саппорт Просто грезит И мечтает И даже если он Выпадает у Квора Ты говоришь Дай сюда Побыстрее Чтобы купить Чтобы сразу Вот этот пассивный доход Пошел Нацуме 3000 В кармане Совсем немного И будет Линка Который спасет его От Дума Как минимум Ну и Дум в дальнейшем Купит Аганим Мы с того понимаем Что линка Со временем Она не будет делать ничего Потому что по факту Таргет сполов Больше нет Как ни странно Который ты хотел бы задоджить Тэпнулись на свою базу Вынуждены Но снесли Т2 Из плюсов Это хотя бы Какое-то пространство На карте Будут ли пользоваться Блинком от Дума И глобалом Должны Должны пользоваться Тем более Они только что видели Морфа Линки нет Зеленый свет Потому что Аганим На Думе Мы будем ждать Наверное долго Все-таки Нужно на весь момент Драться прямо сейчас Ну а если здесь Показывается Внизу Пока бьет Всегда ТП можно сделать В топ Просто туда идут уже Бум Видели они Двух героев На Визжине Да и кстати Уже идет Телепорт Как-то отметил И должны тут Навязывать какую-то драку Прямо сейчас Бляды Сларк сейчас пойдет Покажет Зомби уже подцепили Ему нужно ставить Томп А с другой стороны Томп ставить не хочется Потому что враги просто отойдут Опять поцепили через котла Опа Дум Плюс глобал Все это в бета Отличный начал враг Кстати Андайник тоже умирает Не нажав надгробие По факту Два кила легчайших для Блит И баяц Это не особо охота Это Рошан Это Рошан или мне показалось Да Должен быть Правда Я могу сказать что Урона Порош На самом деле мало И этим могут воспользоваться Бумы Надо как-то расхватить И попробовать задефить Даже втроем Выходит Блит Они хотят еще один пиков найти Да Это супер отличное решение Уйдет Все скинуло Ты посмотри Бластов И Рота Фото С нацами Полетел вперед Сларк все-таки удалось Перевратиться С помощью Аганима Теперь у него Очень много статов ловкости Есть два паунса Можно Наседать на своих оппонентов Ну Блит молодцы Знаешь Они почувствовали что Ну вот в данный промежуток Времени Они слабее Без этого дума Лучше бэкнуться Не рисковать У Айсайса Все-таки Акторин И дум будет уже Через 40 секунд А два кила От нас никуда не ушли Это все инвестировано В денежки За которые покупаются Новые слоты Ну да Они просто поняли Что демиджа У них нет на Рошана И что враги пропали Возможно они еще Показались на варде Но короче Вышли с Рошана Попробовали забрать Килл Не получилось В принципе мы довольны Двумя фрагами Правда вот сейчас Время для того чтобы Бумом Наверное прийти Попробовать от Рошана Тоже забрать Ну и самор В Сигиды Это совершенно другой разговор Он уже никакого дума Бояться не будет явно Аркин Для Джеки Ух Какая сладкая руна Кулдауны минимальные Правда Дарк Пакт был уже прожат И неужели хватит дизейблов Лассо Сайленс Бластов сюда И Сларк умирает И все Идем Рошана сразу Зомби уже нажал ульт Рошан упадет Буквально за секунд Наверное 15 Ну Приды Грамотно играют В том плане Что они сплетят карту Ну странно Что прям Не бегут В этого Рошана Бум Казалось бы могли Не Они бегут Они просто постепенно бегут Им нужно отпушить нежную линию Вот они сейчас ее отпушили Убьется пачка Этот Рошан упадет Просто По щелочку пальцев Потому что Зомби дает Дополнительный амплифай Морфа-то Всегда был герой Который Супер хорош В плане дэмэджа Порошно Гипаж наверное На свой ультимейт Нажимать не будет Только если почувствуется Что враги будут дейтить Ну а враги дейтить Это Естественно не будут Блин Сплитят Можно Т2 Какой-то снести на боте В размен Либо просто пофармить их На самом деле Ситуация цегиды Пугает конечно Но если драка Будет начинаться Как в прошлый раз И Дум допустим Накинут на бета Все окей А Дум тэпается в топ Интересно Отменяет Да Как будто Сайс Не пообщался С своими союзниками Не узнал у них Планы на ближайшую игру Мне кажется что Блиды будут сплитить И не будут драться 5 на 5 Потому что Морфа не убить С аигисом И тебе нужно просто Постараться Запортить какие-то телепорты Если ты Телепорты видишь Ты уже можешь подраться Больше с тебя А так типа смысл нет У тебя Эмбер Которого не поймать Особо Ну там есть конечно Бэтрайдер Но даже если Эмбер разок убьют Пока у ребят Будет аигис Будет не обломно Эмбер с цыганимом Сделаем маленькую поправочку Так Дум На кого? На бета Опять на защиту Нежели на нападение Пивной Дум Отдадут Дубу Ну бывает С кем С кем такое не происходило Скажу Ты вот такие Думы не давал Четвертый раз За игру я уже вижу Падан на Дум Какой ты знаешь Такой Непонятный Не ну с другой стороны Айс 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 должен шарить Ну камон У него там Дум Он на нем играл Когда я еще не родился И возможно Знаешь Смысл в том Что лучше его нажать Чем не нажать Типа Не будет доп кнопок Я 100% уйду А пока оппоненты Придут в следующий файт Он у меня уже открешится С Экатерином Может быть такая логика Шарп он все Кстати купил Он работает не так хорошо Как раньше Помнишь до этого Дума Который берет стан Кентавра Инфернал Блейд Стан Инфернал Блейд Оппонент стоит там 6 секунд в дизейбле Потом это все понерфили И к сожалению Уже это не работает совсем Блейды не собираются Драться Я думаю что бумы это понимают И мне кажется Нужно идти на Т3 Просто сфорсить Потому что Они фарм слишком много И При прочих равных Как бы ну Блейды постоянно будут Выигрывать какие-то денежки Плюс Лейд да такой Сомнительный Да Лейд Ну не то чтобы сомнительный Но наверное Посильнее все таки у бледов Ну конечно Тут мне кажется Знаешь Саппорты у них в лейте Посильнее будут И Вот из того что я вижу Ну Дум должен быть сильнее чем бет Потому что там уже лотус появился Будут ли кинсферы какие-то А Думу плевать На линки Он купит себя гоним Рано или поздно Смог отблит Ну мы видим команды часто Когда их Сжимают на базе В этом патче Просто жмут смог И идут по одной линии Попутно ставя варды Пропушивая мид там Соседний лайнап Для себя Айпер 16900 Ну да В принципе Что мы ожидали Когда у тебя еще Котт в команде Можно поспамить Фистами От души Я думаю Айсайз Продал бы душу дьявола Чтобы коттл с ним ходил Знаешь И Дивавр обновлял постоянно Какой-то он такой прям 19 канетворса Качь 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 Хотя вроде как 0.25 дум Не должен быть большим Чисто по КДА Но он огромный У него 19000 На секундочку А вот Морф Сларка опередил уже На 4 косаря Так-то это целый айтем Это по сути почти скади В котором РФА уже есть И вот с этим скадоном Он идет Как вам на хэграунд У диджей проблемы Сейчас будут прыгать сюда Батрайдер подстепляет его Сюда же идет Дум Думит Батрайдер И непонятно зачем Потому что Батрайдер уже Прожал Бакабейси Свой спулы Диджей умирает Пытаются Баншу здесь Как-то поймать Стоит Томп Наверное нужно разбить его Эмпер пытается зомби Пвпшится Не выходит Там еще баунс Доджит он его Чейны по двоим Отходит аккуратно назад Нацами прыгает сюда Ничего не боясь Знает что Дума там нет По какой-то причине был Дум нажат опять же В герой Который ничего не сделал У ультимейтов нет У команды Блит Глобал тоже отсутствует Нацами Уже по Т4 Крушит врага Делает даблкил Заставляет киперовзайтов Сжать байбэк Но что он здесь делает У вас нет Дума Целую минуту И за эти 60 секунд Упадет одна странная точная Вообще это похоже на конечную Если честно Ну как мы с тобой говорили Легкая для Блит Очевидно Легкая для Блит Драфт интересный 80 на 20 99 на 1 Но этого процентажа хватило Бум Справедливости ради Кэфы с нами были согласны Блит здесь были фаворитами 1.5 на них давали Плюс чат Если кто-то успел Там кэфчик и 3 Я думаю можно было поймать 3 Мне кажется Там можно было 5 поймать Моп Уходит Бум По снесенной стороне Но это все равно Сильно Понимаешь Вот представь Рошан будет в боте То есть как тяжело Дефать Ты еще не прилетишь Бот Потому что там стоит А он пост радиан По макро Это сильное влияние Имеет Спасает тулькемпер Который может За счет ремнантов Быть довольно мобильным Ну что сказать Аегис уже конечно Реализовать не получится 50 секунд Наверное Хотя как будто бы Морф идет в сторону Да Мурашеской базы Форсе кстати На бэтрайдере Я такой вот предмет В последнее время Не часто вижу Ну это и линку Сбивать И подальше вести Так то у него Угросил тотем Блинк Форс Представь на сколько Он может вывести Ну за экран где-то Я думаю Что так далеко Не надо на самом деле Смог от бум Рошана еще нет Но они все равно Хотят перепушить лейн Прикольно Они в давлении Знаешь играют Не знаю кто это колет Возможно нациум Может быть ик снова Что надо пойти И с бэтом Это круто Что ты можешь Вард какой-то На хг поставить Да и сейчас интересно Смог тоже от врага И сейчас важно Кто первый нападет Потому что Если блюдам Получится напасть первым Убить зомби Чтобы там бам Не было поставлено Еще какого-то героя Важного задумать То они могут драку выиграть Руна хорошая у Кордена Его так просто не заберешь Теперь Перепушен мид Пачек по центру нет Ну тут уже все понятно Все прекрасно понимают Да они могут на хг просто заходить И нациум этим занимается Форрест один телепор Пока тембер спирита Но уже разделены немного Блид Им по идее Всем на рампу надо возвращаться Этим они и занимаются Идти на тройку Категорически Запрещается? Блидам Ну смотри Что нужно делать Ты стоишь внизу У тебя не запушено Батарет нажил телепорт в мид Сейчас подпушить пачку И возможно Нужно просто бегать Туда-сюда Между Двойкой И Верхним лесом Потому что наверное Не особо хочется Давать качаться Пока ты чувствуешь Сибирь сила Врагам Чтоб паскадиус ларка Хотелось бы наверное Увидеть этот предмет Иначе я не понимаю Как убить морфа Как бы этот муншару Знаешь не заруинил По итогу Он конечно да Дает тебе Нивелировать Ту самую ловкость Которую крать дуд Боже какой же глобал Глобал шикарный В лассо никого Абсолютно не взяли Ну идеальный момент На самом деле С другой стороны БКБ откатит через минуту А глобал не будет долго Поэтому надо нападать Ооо там бани поставлены Можно дальше чесить Нету томстоуна Кстати ничего не потратил Абсолютный эмбер Там все таки кипров Злайт Лотус Нажали все таки лассо Айсайсайс прыгнул сюда Дал стан кентавра по всем Задумили они героя Морфу неприятно Морфу больно Кордон идет сюда Кресты по всем нажимает Надо уходить Джеки спасается Морф по дому Сражается до конца В подскаде И он погибает На 80 секунд Выживает только Йопаш ТП на базу Джеки Есть паунс И он сбивает ТП Это тим вайп Ты понимаешь Без единого байбэка За счет одного глобала А я тебе скажу еще за счет чего Красота За счет того что Какой-то гений кинул лотус На героя В которого прыгнул бэтрайдер Угу Это был кто? Кипер оф золайт То есть это по сути Два сапа Которые сделали файт И сапы такие знаешь Это сайленсер Плюс Котл Ну что? То есть это саппорты Которые по идее Вообще на игровой процесс Не особо влияют И тут так все идеально сделали Ух Шикарный лотус был Великолепный Да если ПВУ везли То Дум уже возможно Не допрыгнул бы Не дал бы такой хороший стан И драка могла пойти По другому Пути здесь Там игра на паузе Я не удивлюсь Ну вроде как диджей Видишь там на вебке Наушники поправляет Все дела Но возможно Эта пауза Выгодна И для одного И для другого коллектива Бум надо как-то выдохнуть И понять Что опять надо камбэкать То есть они Знаешь Допролись до той стадии Где вернулись в игру И уже ведут Но опять Опять падают В грязь лицом Ну и команде Блит Чтобы сейчас Не запорщаться На какие-то совсем Глупые мувы Там кстати Что про Рошана У нас в итоге Ну до Рошана Еще долго 40 секунд Все рейснутся У команды Бум Если он конечно не появится Сразу по окончанию Первого таймера Тогда шансы есть Слушай Я бы на самом деле Не сильно сказал бы Что Бум Прям тут камбэкать надо Да Они проигрывают по золоту Да У них проблема еще Все-таки с лейтом Но вот эта вот сторона Которая сломана Она возможно Будет давать какие-то Возможности Хотя бы нападать Первыми И драться в большинстве Вот им нужно ловить Какие-то такие моменты Что если они будут драться Просто 5 на 5 Как только что Шансов у них маловато И чем дальше Тем хуже Кстати Там Выписывает админ уже Я не помню кому Блин Да по-моему Дали пенальти Второго разряда Из Айс 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 Не помню То ли у диджея Ну короче Кого-то отклеивали Из-за вебки Да тут все строго И тут ты вспоминаешь Китай Который сейчас проходит На лане И там уже Таких проблем нету Но там другие проблемы Там дилей между матчами Даже если серия Вот закончилась И надо начинать Она час Там два Порой бывает Здесь все из домов Да и пенальти Не сказать Что затрафт Помешало Мы видим Команды Сражаются наравне Точно Возможно даже Блин немного ведут Игру После этого камбэка Но опять же Они так круто Все сделали Знаешь Мне кажется Вот шанс На то что провести Так шикарно файт Чтобы такой был Лотус и такой глобал Ну он минимальный По сути Два ласа бета Они вообще в никуда Они даже сруинили Нежели помогли Ну по крайней мере Блин Знают что им делать Они только что выиграли драку Им просто нужно повторить Глобал такой Ты не повторишь Прям 99 Но то что Дум нужно давать Морфай Это точно Плюс Напомни Сларк был уже Соскади в этой драке Я вот не помню Как будто бы не был Мне кажется нет У него там Моншар был У него до сих пор нет А у него до сих пор нет А что он делает Себе Морчт хочет взять У него же бакабашка появилась Я правильно понимаю Ну видимо да С бакабашкой будет попроще Но морфинг все равно Конечно нарезает Очень Очень сильно Это было видно Прям по Даже той драке Но это непонятно У него отлетело Очень быстро Нужно это скади или нет С одной стороны Против морфай Думаю нужно И против панши Ну да И хилан дайн Да 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 Есть шива Думан Ее может не хватить Да смотри Смоги выходит Это опять круто Для бледов Потому что Врывать сюда эмбер Эмбер уже не прыгнет Потому что ему сбили даггер Ему будет сложновато Можно убить Задумили по итогу У нас Кого? Ага Убьют Устренд Вообще Драка может закончиться плохо Для бледов Потому что Зомби не убили А ты помнишь да Потому что драки Там бы не было Насколько я помню Но попытка была хорошая Не растерялись Как будто Не хватило детекшена Да? Мне показалось Ну да Так нужно гем брать Кордон вроде без гема Сам по себе То есть а тиммейты Которые могут быстро Подойти там Нажать даст Их нету Поэтому надо гем В такой стадии уже покупать Это 100% Глобал минус Дум в кулдауне Я не понимаю Почему блед тут стоят На самом деле Они могут единственное Что знаешь Раскайтить как-то Отдать думу Он прилетит с бая Когда появится ультимейт Рошана они отдавать Не хотят На месте бледов Я бы просто нарисовал Линию вниз И бежал бы вниз Чтобы не столкнулся С вражескими героями Без глобала Дум уже есть Но вот Глобал Сайлент Слишком много дает О интересно Что делает дум Когда будет рефрешер Будет прям просто С одним пока еще не так просто Вот с двумя уже будет По кайфу Ну заходят и бьют Мы помним да Рошаны Тавер демеджа В достатке Корденс летает сюда Он с аганимом кстати Может и своровать Почему бы и нет Задумали бы это Не будет ласов этой драки Бет не факт что с баем Кстати говоря Влетает еще и ван деда Погибает он Сларк прыгает дальше Бетик на лоу хп Жить надо как-то Дойти колодума все-таки Айсайсай закрыл Чаек с цейфера Текис похоже тоже Отправится в таверну Все без баев Надежда вся на нацами Что он всех убьет Сларка превратился Задача номер один Выполнена Как выполнить еще сто? О нет Эта миссия невыполнима Нужно уходить в ум Они теряют всех героев Абсолютно И похоже что Радшан достается бледам Как и 15к перевеса Кажется это был тот момент Когда Бубы прииграли игру Мне если честно казалось Что шансов здесь меньше У бледов Потому что все-таки Ты пришел нарушенный первый Ты занял какую-то позицию Поставил в орды И у тебя У врага отсутствует глобал Какой-то да Который важен на самом деле Ай-яй-яй Но даже так не получается Я недавно Комментировал игру Это по-моему Были первые матчи Вот Юго-Восточной Азии Как раз Мы тут сидели С Мантисом Просто ухахатывались В общем Расположение Внизу убьют Рошана Рошана Дайер Там у Рошана Остается 10% И он уходит в топ А в топе уже караулит Можно игру проиграть В секунду буквально А что? А как его вернули? Почему он здесь? Слушай, ну С этим Рошаном Столько багов Почему? Его заблочили как-то? Я не понимаю Ладно Рошан просто вернулся Это еще ладно То есть тут Рошан Знаешь, где бы он ни был Он достается блин Но представь ситуацию Где бумбы выигрывали игру И спам перешел на бот И это бы Тилит могло вызывать Вопросики к маленькой инди-компании Ну в бете еще игра пока Надо подождать Ну ладно Я знаешь Я вот Вообще не горел Ни разу не найдем баг В удоте За последнее время Хотя Я недавно наткнулся на пост Что кто-то играл Пост был на реддите И у них было 6 игроков То есть Сларак Знаешь, он просто вышел То есть Его нету В одной команде А потом внезапно Появляется другая Интересно Там какая-то такая система была Очень странная И были приложены скрины То есть знаешь В этой статистике даже После матча Вы 6 на 4 При том, что это ранки Вот Поэтому Дота такая игра Волшебная Ну все Скади будет От Джекин Наконец-то Я ждал этот Скадон Миллион лет Ну придется подождать еще минут 3 Потому что ему нужен И Скади и байбэк Хотя вроде как есть Аегис Можно забить, да? Наверное Пофиг Что там? Голый трон стоит Можно без него Но кроме шуток С Аегисом Сладко забрать Будет очень тяжело Я представляю Как его цепляют в лассо Лотосом все это Не перекрывается Глобала нет Ну и даже это сложно А дважды Не, дважды его не заберешь Но морф Если тиммейты поживут Он может очень много сделать Просто обычно Мы видим какую драку Нацуми там нажимает форму В Джеке А тиммейтов уже нет Бумы пошли заканчивать игру Предупреждаю Для себя Стороны пушатся И Корден думает Такой, блин Где же они? Никто не отпушивает лейли Интересно Зацепили У него, кстати, рефреш Он может не нажать Он выживает Хороший килл Хотел я сказать Но Не тут-то было А еще тычка Еще тычница залетела За километр просто Ну ладно А, и ты бы нейтралка Так сильно подсейвила Ну и глобал, наверное Слушай Я думаю, что там бы Зачин станет Просто Если бы Не было глобал сайланса Хороший момент Лассо быстро откатится Я бы не сказал Что бум Многое потеряли Но не факт Что в следующий раз Эмпер так же подставится Надо это понимать Не, я считаю, что буму повезло Если бы там оказалась команда То там бы игра закончилась Потому что у тебя Все твои союзники Пытаются зафокусить Эмбера Тебя всех видно Ты можешь Давай думать в кого хочешь Дума 2 Жизнь у Сларка 2 Там были бы поминки У Ксефера можно и тут Поминки устроить Зомби так проходит Знаешь, мимо Как будто бы Как будто бы говорит Там сам за себя Я пошел Угу Эмбера стоит опасаться Это вообще гроза всех сапов Правда умера пока ремна? Маловато Да, у него есть У него имеется кема Он влетает здесь, показывает Минус БКБ Морф уже БКБ прожал По какой-то причине Потому что, видимо, у Джеки Ну да, там просто Дум в него Могли нажать А если сайсы утащили Далеко и надолго Думчанский Перед смертью Он все-таки нажимает Джеки нарезает По Морфу нормально Перебивает Его, его прячет В топ-стоун Топ-стоун Надо сломать Джеки умер в итоге Но это лишь о Еге Сэмбер тут без маны Тоже умирает Респит тоже погибнуть Хотя был сыр Выкупается Возвращается на ремна У Морфинга нет байбэка Это ключевой момент В этой драке Но Морфу надо Как-то Сказать тиммейтам Поддержать им Буквально И пофотить этот момент Но вроде как Не должны закончить Именно за 70 секунд Все-таки стоит 2 Просто если бы был байбэк Я думаю, что он байбэкнулся И попробовал бы Здесь еще враги сделать Но тяжело, да? Вот этот омбэк сейчас Очень сильно Расспасла Морфа Подарила ему Прямо вторую жизнь Поэтому Топ-стоун Надо как-то Перекрывать И, возможно, даже Прыгать Ван Дайнга Первым номером Потому что другого сейва От Думы нет У команды Бум Ну, тут на самом деле Стоит отметить, что Блиндыни совсем хорошо Драк повели Лассов, Сларха Очередное Будет вешаться какой-то Сайланс Попробуют его забрать Нажмется БКБ Ему пофиг вообще на всех Его может убить только Морф Морфа нет Он в таверне Маншу пытаются нарезать Инвизовную неуязвимость Сколько там стаков У Джейки Он просто лупасит Невероятно Стаков не так много Это Муншард, видимо Позволяет бить столь быстро Он там ДП Буквально за 2 секунды Полностью уничтожил И Спанифорстаф Анаба отправлялся в таверну Но ни одной стороны Не снесли И все еще Территориальное преимущество За команды Бум Рошана Реализовать Блит Тоже не сумели Похоже Вторая карта Подлится Так же как и первая Примерно так же Сколько первая, да Ну да Ждем Тер 100 айтему Ждем рефрешер на Думе Возможно Аганин какой-то Так, ну тут ФБЗ Немножечко рисковал Он еще прыгнул Непонятно куда В него просто прыгает Сларк вешается Какой-то лотос Вообще пофиг на лотос Сларк пошел дальше Жекер режет Течиса Так, это был Дум Это был Дум Боже А сейчас дал Дум В Течиса Которого уже убили почти Ну да Ну Я думаю не так страшно Два тела сделали Там КД 60 секунд Штраф при фрешеру Вопросик такой Ждете уже под лотосом Как же быстро ломать ставер У него 35 стаков Плюс муншард Скорость атаки Адская 333 дамажа Плюс ручки Байбэки есть Там и у Бэта И у Текиса Разменять Эти байбэки В сохранении стороны Не факт что Ну нужно сжать уже Ты теряешь сторону Но проблема в том Что тебе без бэтрайдера Не напасть Он байбэкается А не спокойно отходит Да, в этом и дело Поэтому надо ожидать Но вот сейчас Юпаж прыгает Два бая Мгновенно Сцепить никого не получается Идеальные форстафы Убьют Скорее всего только сайлансера Хотя Дум тоже подставился У него есть пока бай Сайсай Слышит нажать ТП на базу Сбить нечего Сайсай Живет Ой, два бая Минус сторона И потеряли только саппорта Ребята из Блит Вообще очень круто Все сделали в этом моменте Отделывали с легким испугом Скажем так Потому что Дум То был без байбэка Я правильно понимаю? Да Нет С байбэком Преимущество 20 на 1000 Нужно подождать сайлансера Еще имеется сыр Если нападаем на бэтрайдера Байбэка нет Как отбиваться непонятно Ну вот сыром, кстати, непонятно Тогда Эмбер не прожал его Помню, шумер байнулся То есть, возможно, слота не хватало как-то Через час не знаю Нашел он себе, нет Бонус от Бутбум, друзья Не забываем ДПС-3 Промокодик Все в описании Дум, ну давай уже Ну купи Блин Я считаю, что нужно создавать интригу Не покупать? Покупать без бая Окей Не, я предлагаю купить и дать в Сапа Ну, сейчас, кстати, это актуально Если задумать там Текиса Это еще ок Потому что будет второй Дум Там на Морфа, на Бета Не важно Ну, первый таргет сейчас это Бетрайдер Потому что он без байбэка 100% Второй таргет это Дум Это Морф Естественно, потому что Морф единственный герой, который может выиграть эту игру Если его задумать Собственно, выиграть будет некому А если его захексить? Он без Линки, напоминаю Он в один момент отказался от Линкин сферы Ну, как я говорил Это такая, знаешь, рулетка Ты же не знаешь, что покупает Дум Вот, ну, не знаешь То есть он взял себе эти артфакты Может, у него огонь будет следующим слотом Ты купишь Линку и все Это бесполезно А сейчас, в итоге, Дум, видишь, обнаглел И он огонь не сделал за 50 минут И не собирается пока Ему это не нужно В конце концов, кидая Дум на себя Всегда могут спасти форстафы Кидая Дум на соперника Ты точно знаешь, что он ничего не нажмет Не будет бить и так далее Гем приобретает себя Undying Нужно девардить Готовить позицию под следующего Рошана Он резнется, кстати говоря Ну, возможно, в боте Такая есть вероятность Если долгий таймер прокнет Я думаю, что скорее всего в боте Но увидели мы этого Рошана вопрос Потому что Блиды уже идут с Макея Нападают Уйди за глобал На течица прыгают Течица очень плохо Извязывается Шива от Ассайса Он без бая И Банша, кстати, в Думе убегает Нужно ее пытаться ловить Скульпы ремнантов Напали в Undying Его тоже накрыли Дум на бета Без бая Идеальная цель Джеки уже здесь Эмбер тоже прыгает Три килла сделали Undying байнулся Без Томба Я не думаю, что он тут какой-то помощник Проблема у Эмбера Он тоже без байбека Ну как же он летает Миллион ремнантов за одну драку На Цуме один против всех Где-то мы с тобой это уже видели До этого на ПЛ Сейчас на Морфе Всегда один против всех Но один в поле не воин Байбек имеется Однако тиммейты без возможности выкупа Целую минуту Можно заканчивать блит По логике Вичей К основе хотя бы Том Стоун подождать Наверное Ради приличия Можно нажать байбек Прямо сейчас Всем, у кого он есть Потому что Если Морф не байбекнется Но он бается Я думаю, что и в трон Могут пойти блит Почему нет? Вот это уже Чего угодно можно делать Один Морф В поле не воин Undying Подцепили После бая Напоминаю Томбы не будет Вот теперь реально 1х9 начинается Для на Цуме И знаешь Мне кажется Что если дать на Цуме побить Он способен здесь убить Всех Очень много Всех Кроме Сларка Но тиммейты погибают Это гудгейм, друзья Блит побеждает За счетом 2-0 Наш с тобой предикт На 80-20 Был оправдан Но мы не ожидали Что будет момент Где бум почти закончит У них реально были все шансы Они довели оппонентам на базе Но один раз отступились Был идеальнейший глобал От блит Очень крутой Крутой лотус Крутой лотус